Паща! В этом уроке мы продолжим рассматривать объектное спряжение глагола, а также рассмотрим еще один падеж. Но прежде всего давайте рассмотрим числительные. Аква. Если мы введем счет, то нужно сказать Аква. Если мы говорим о предметах, допустим, один дом, то нужно сказать Аква кол. Кит, киты. То же самое. Если у нас идет счет, то мы должны говорить киты. Если у нас два предмета, например, два дома, то кит колой. Но это мы сейчас еще рассмотрим. Дальше. Три. Хурум. Четыре. Нила. Пять. Ад. Шесть. Ход. Это аммониум к слову где. Пожалуйста, не путайте. Семь. Саат. Мань саат. Тоже можно. Восень. Нёла лоу. Девять. Онта лоу. Десять. Лоу. Одиннадцать. Ак хуй плов. Двенадцать. Кит хуй плов. Тринадцать. Хурум хуй плов. Четырнадцать. Нила хуй плов. Пятнадцать. Ад хуй плов. Шестнадцать. Хоат хуй плов. Дальше идёт очень интересная система. 21. УАТ – это 30. НУПЛ – это указание на направление, то есть направление к чему-то. АКВА – это 1, то есть 1 к 30, а это у нас означает 21, ну и так далее. Итак, дальше со всеми числительными до 100. Дальше 30 – УАТ, 40 – НАЛИМАН, 50 – АТПАН, 60 – ХОТПАН, 70 – САТПЛОУ, 80 – НЁЛ САТПАН, 90 – ОНТР САТПАН, 100 – САТПАН, ЯНЕ САТПАН, 200 – КИТ САТПАН, 300 – ХОРУМ САТПАН, ну и так далее, вы поняли. Насчёт 800 и 900 там всё строится совершенно по такой же схеме. НЁЛОЛОУСАТ, ОНТОЛОУСАТ, 1000 – СОТР, 2000 – КИТ СОТР. Теперь рассмотрим основные наречия, связанные с числительными. АКВА, ВСЕГДА, ТУП, ТОЛЬКО, АКТОП, БУДТО, ПИС, СЛОЙ, АКВПИС, НЕПРЕРЫВНОЙ ПОСТОЯННЫЙ, АКВПИСЫХ, НЕПРЕРЫВНО ПОСТОЯННО, АКТА, ТОТЖЕ САМЫЙ, АКТЫ, ЭТОТЖЕ САМЫЙ, АКТОРЫХ, ОДНОВРЕМЕННО. АКМАТЕРТ, ОДНАЖДЫ. Этимология этого слова достаточно сложна, и во вводном курсе мы ее рассматривать не будем. КИТЫ, ПОПОЛАМ, ну, например, разделить пополам, вот в таких выражениях оно используется. Теперь рассмотрим двойственное число. Оно образуется с помощью показателя Г, ну, например, ЭКВА, ЖЕНЩИНА, ЭКВА, ДВЕ ЖЕНЩИНЫ, ОЙКА, МУЩИНА, ОЙКАР, ДВОЕ МУЩИН. Кстати, по поводу этих слов. Существуют также слова ХУМ, МУЩИНА, НЕЕ, ЖЕНЩИНА. Эти слова равнозначны. Если мы хотим сказать ДВЕ ЖЕНЩИНЫ, ДВЕ УХОДЯТ, то нужно сказать так. КИТЫ, КВА, МИНЕЯ. КИТЫ, МИНЕЯ. Надо сказать, что если у нас существует или действует два каких-либо связанных объекта, то их можно записать очень интересным образом. Давайте его сейчас рассмотрим. УНТЯ, ЕНЯ, МИНЕЯ. УНТЯ, ИЕНЯ, УХОДИТ. То есть, несмотря на то, что каждого из них представлено по одному человеку, оба они ставятся в двойственное число. Кстати, некоторые сказки так и начинаются. ЭКВА ОЙ КАОЛЭХ. Мужчины и женщины живут. Кстати, с этим явлением связано еще одно выражение. ЩАНИ АЩИ. Родители. Соответственно, мои родители будут учать как ЩАНИ АУМАЩАХУМ. Но здесь используется суффикс принадлежности, все виды которого мы рассмотрим в пятом уроке. Поскольку мы ввели двойственное число, давайте теперь рассмотрим объектное спряжение глагола с объектом в двойственном числе. И рассматривать мы будем глагол ЯНИТЛАНКВЕ. Поздравлять! Это слово произошло от слова ЯНЕ. Большой. Далее. В прошлом уроке я обещал, что мы рассмотрим примеры с местоимениями в двойном числе. Итак, поехали! Далее рассмотрим некоторые глаголы и иногда слова, от которых они образованы. Показывать. Эти два слова связаны, но как я в обводном курсе рассказывать, конечно же, не буду. Но мы это слово уже знаем. Не путайте, пожалуйста, со словом «люль» плохой. «Люль» — это прилагательное. «Люлюнкве» — это глагол. «Кетункве» — отправлять. «Йохтункве» — приходить. Ваше домашнее задание. Попробуйте проспрягать эти глаголы. В антийском языке для образования прилагательных от существительных используется суффикс «н». Еще существует суффикс «п» — «па», но он очень редкий и активно он практически не используется. Если надо образовать прилагательное со значением отрицания, например, «безрадостный», то нужно использовать суффикс «тал». «Сот» — «счастье», «сотл» — «счастливый», «соттал» — «несчастный», «кас» — «радость», «касл» — «радостный», «кастал» — «грустный». Ну, дословно перевод здесь «безрадостный». В качестве примера суффикса «п» — «па» существует слово «нам» — «имя». Соответственно, «нампа» — это именитый или имеющий имя. Например, улица Ювана Шесталова будет звучать как «Юван Шесталов нам по осколой». Теперь рассмотрим локатив, местный падеж. Он отвечает на вопросы местонахождения, например, «где» и выделяется окончанием «т». Этот падеж также используется для создания наречий. Например, есть такое слово «киворд». Так вот, чтобы сказать, что что-то находится внутри чего-то, мы можем сказать «киворд». Например, «ты колкиворд пасанолый». Внутри этого дома стоит стол. Пасан — это стол. Пока что записывать это слово не надо, потому что в шестом уроке мы рассмотрим некоторые слова, которые связаны с домом. Также локатив используется для создания наречий, связанных с направлением. И хотя для этого существует отдельный падеж — латив, такие конструкции все равно являются очень употребительными. Например, если надо сказать «он идёт к своему дому», надо сказать «тау коле паус мины». И последнее — рассмотрим наречие. Для начала рассматриваем такое наречие, связанное с пожеланием. «вос», «пусть». Это наречие очень важно, и все его функции мы рассмотрим в следующем уроке. Но я вам советую запомнить его просто очень железно. Дальше, наречие времени. «Товерд» — иногда. «Немхунд» или «нематхунд». «Никогда». «Ётл». «Потом». «Уоссы». «Больше». Например, «больше не хочу делать». «Аматнахьям воссы». Дальше. «Количество». «Пуссн». «Все». «Касан». «Каждый». Например, «касанхотл». «Каждый день». Пожалуйста, не путайте это слово с аммонимом «касан». «Веселый». Дальше. «Нематр». «Ничто». «Ничего». «Немхотют» или «нематхотют». «Это никто». Ну и в догонку два отрицательных наречия. «Немхотль» или «нематхотль». «Это никуда». И последнее. «Немхот» или «нематхот». «Нигде». Я просто делаю ссылку в описании. Я делаю вам это в описании, но все равно не хочется. В общем, я заставил меня. Когда я делаю это. Я так сказал. Много. Я делаю это, чтобы я делаю. Я делаю это, я делаю это видео. Витаян.